Всем счастливого Хэллоуина, друзья, с вами я, Даналя, и не удивляйтесь моему какому-то иному виду, я не переделала себя, я не купила новую лошадь, просто так вышло, что с своего основного аккаунта я уже посмотрела все обновления, и мне пришлось зайти с одного из второстепенных, чтобы показать вам все нововведения в обновлениях в честь Хэллоуина, начнем мы с того, раз у нас сегодня такой праздник, что мы используем пыльцу на нашей лошади, чтобы выглядеть по полной программе, вот так-то лучше, пыльца все осталась та же, если кто не знает, есть три вида пыльцы, Один из видов это скелетик, который я сейчас использовала на начальной лошади, пыльцу можно использовать, кто не знает, только на юринских чистокровных лошадях, больше ни на каких, так вот, есть окрас скелет, зомби и... Мумия, да, вот эти три окраса, больше никаких нет, также есть всякие магические дополнения, типа летающее облако за тобой, точнее густой дым, вот, потом есть летучие мыши и от копыт пламя, Ну и еще там какие-то есть фокусы, но я их не покупаю, потому что они продаются только с ЗСК, я и так купила себе с этого аккаунта, вот, один от этой окрасы шляпу ЗСК, а ЗСК у меня тут мало, очень мало осталось. Что же нам давали в этом обновлении? Обычно это всякие задания, скачки и все такое. К примеру, раньше на высокогорельный леймер была скачка, за которую давали окрасы. Ну, всякие такие заданицы, и там давали окрасы, нужно было что-то собирать. С призраками можно было разговаривать абсолютно по всему юрвику, и нам давали... Тоже окрасы всякие... Так, кстати, надо отключить уведомления об области, а иначе у меня это будет здесь. Вот, потом около замка был лабиринт с привидениями, тоже очень весело. Но в этом году я зашла, и нету ни одного задания, связанного с Хэллоуином. Мне пришлось читать новости, чтобы понять, что делать и куда мне вообще идти. Так вот, что добавилось в этом обновлении? Добавились... Значит, всякие вещи в лавках, которые подаются в Морлэнде, в Ялхейме и в других подробных густонаселённых пунктах, скажем так. Потом добавили макияж во все абсолютно салоны красоты. Кстати, сейчас мы их вам покажем. Вот мы оказались в парикмахерской. Да, этот персонаж был создан и так, и так по образу вампира, поэтому макияж, который здесь продаётся, один из этих макияжей, должен ему подойти. Значит, у нас есть макияж Лесная Фея, я его называю. Мы сбоку можем посмотреть. Это такие листики. Так, не видно. Тут тоже. В общем, такие листики, зелёный туманчик и лианы. Потом есть Халк. То бишь зомби. Макияж. Есть макияж Скелетик. Очень жутко. Вообще, брови практически исчезают, и с таким заглядом... Ух! Есть макияж Вампир. Нет, всё-таки я делать его не буду, потому что я создавала персонажа по образу вампира. Но не вампира. Хотя... Ммм... Не, Скелета точно брать не буду, зомби и Фию тем более. А знаете, давайте куплю, тем более, что я в любой момент могу его снять, я об этом забываю. Ну а в честь Хэллоуина, конечно же, мы его оденем. Вот такие мы красотки, красотки, с таким конём. Значит, пунктик парикмахерские выполнили. Что добавили ещё? В некоторых городах, опять же в крупных, я видела в Ярлхейме и в море, в других местах не проверяла. Открылись порталы. Порталы в цитадель всадника без головы. Мы не видели всадника, наверное, два года или год с его последнего появления. А тут резко он нам открыл портал в свою цитадель. Говорю сразу, будет немного жутковато. Потому что, когда я была там, ну, даже подъезжала к порталу в первый раз, мне было очень жутко. Так что, встретимся у портала. Итак, мы приехали к порталу. Чтобы был полный эффект ужаса и всего прочего, я проверяю все настройки. Мы делаем всё на максимум, все эффекты, музыку, чтобы вообще было полное погружение. Вот портал, который стоит в море, около домика Джаспера. И мими умедленно мы к нему подъезжаем. Так, мне придётся сделать экран полный, потому что... А иначе вы тогда не увидите то, что вижу я. Так-то лучше. Мы подходим к порталу. И всё начинает меняться. Чем ближе, тем хуже. Мы начинаем слышать садника. Чем ближе, тем хуже. Ну, таймить уже не будем. Порайте к ним в гости. Вот так выглядит загрузочный экран. С каждым годом всё лучше и лучше, начинаю тарчики делать. И вот цитадель. Добро пожаловать в гости. Очень классно. Если бы это место было в этот круглый год, я бы здесь просто жила. Потому что я в Хэллоуин, мой самый любимый праздник. Здесь есть много интересного. Несмотря на то, что этот островок очень маленький, здесь можно посидеть у костра, потанцевать, покушать. И просто весело провести время. Кстати, в этой локации дикие лошади приобретают свой яркий окрас, что очень круто. Значит, мы едем к крепости. Очень классно. Сочетание Хогварта, Хэллоуина, всего-всего-всего-всего. Вот, кстати, окрас зомби катается. Мы подходим. Это, насколько я помню, кристалл душ. И нам сейчас это будет объяснять, зачем ему нужно. Какой же у него шикарный конь. Ого, котёл. Больше, мне нужно больше осколков в душе, только храбрец осмелится в тормозах цитадель. Нас тут приглашают. О, а поведение тут до этого не ходило. Мне нужны предметы, звезды как осколки души. Молю найти их или доставив мне. Чтобы их находить, нам нужно читать подсказки, участвовать в гонках, задания сдавать. Беспокойные духи. Всё такое. По идее, за эти осколки мы должны будем получать подарочки. И вот мне нужно будет потом очень сильно этим заняться. Здесь очень классно. Здесь много интересных вещичек. Свечи. Обычные магазины масок и акрасов, которыми торгуют при привидении. Да, ничего такого. Ходящий на день и всё такое. Самое ужасное, самое жёсткое, что вообще могло быть, это когда я решила подойти к всаднику. Мне сразу так не по себе. Нормально кто-то рухнул со стеной. Вот мне так стало не по себе, рядом с этим призраком просто стоять страшно. Посмотрите, послушайте просто мой голос. Что, что там? Плач, панику, страх. Все скажут. Бедный садник. Как будто с одним углом. Теперь костёр. Это очень классное место. Здесь есть коврики с подушечками и даже с котиком, которого я назвала мистер Салли. Салливан. Или как его? Нет. Салман! Я забыла. Вчера ещё помнила. Кота из Сабрины же Салли вроде бы звали. Ну, в общем, он очень на него похож. Жалко, что глаза разные цвета. Но он тоже крутой. С ним очень классно сидеть и чайовничать. Тут есть ходящие призраки, гонки. Вот когда вы видите такое сияние, это значит, что это призрак. И вы можете к нему подойти. Он дам вам подсказку по поводу того, где можно найти его осколок душ. Который вы потом сможете кинуть в котёл. Чтобы, кстати, кинуть в котёл осколки души, нужно собрать пять осколков. Ну, как в любой праздник. Собери ли чего-либо пять штучек и получи за это один подарок. И да, всадник без головы оказался настолько неравнодушным диким лошадям своего мира. Я так понимаю, почти не знаю, из какого мира всадник без головы. Что он разрешил нам покупать породу своей лошади. И вы даже не догадаетесь, какое название у этой породы с первого раза. Да, это обычная дикая лошадь Йорвика. Было интересно вас немножечко запутать. Я думала вначале, что это какая-то определённая лошадь всадника без головы или что-то типа того. Но нет, это обычная лошадь Йорвика. Дикая, конечно. Да, вот синий, вот красный. Идеальное сочетание мне очень нравится. Синий конь у меня уже в конюшни столет. И я не жалею, что я его тогда купила. Теперь я хочу пополнить свою конюшню и красным магическим конём. Потому что его глаза горят красным. И это просто как-то непередаваемое ощущение. Это такое вот маленькое стойло. Ой! Помощник Санты? Я его помню. Странно, я его тут не видела. Я не заходила, просто не смотрела. Что он тут забыл? Ну ладно. Очередные загадки, загадки, загадки. В общем, вот этот магический конь стоит 590 детиска, как и все остальные магические большие шайры. У меня пока что ни на одном из аккаунтов нету столько ска, чтобы его купить. Но благодаря тому, что празднование длится до 7 ноября, у меня будет возможность подождать следующих выходных. И может быть будет удвоение. Я сбилась просто в графиках. А теперь дополнительные новости. Так как, судя, насколько я могу помнить, все, что касается Хэллоуина, я вам уже рассказала и показала. Нам добавили в приложение еще одну лошадь. На этот раз это фьордская лошадь. Она светло-светло-серая. Потому что есть серые фьорды новые, а это прям вот светло-светло-серая. Но не альбинос, не белый. Вот такая вот симпатичная лошадка. Все то же самое. Вы ее можете вырастить за 5 дней. И купить ее с помощью приложения себе в Star Stable сразу в 10 уровне. Цена от того, что вы ее выращиваете в приложении, не меняется. Она будет стоить ровно столько же, сколько и фьордские лошади в игре. И еще одна очень-очень интересная новость, которая просто меня заставила врасплох. Наших, без того любимых, новых, вроде бы как недавно обновленных юринских лошадей. Я сейчас сижу на одной из них, я имею ввиду, будут обновлять еще раз. Кто-то говорит, что это произойдет следующее обновление. Но суть в том, что наших лошадок начальных собирается обновить еще раз. Разработчики делают это для того, чтобы стиль игры начал быть более равномерным. Чтобы все лошади были одинакового стиля и игра выглядела одинаково. В связи с этим они будут постепенно обновлять области игры. Чтобы все выглядели как вот это, как дундул, как территория на южном гобыте. Новая трава, новые деревья, новые кусты, новые текстуры. А для новых юринских еще и какие-то новые анимации о них сказали, сделают. В общем, для вас я могу представить только лишь фотографии, которые мне удалось раздобыть. В общем, спасибо, что вы были со мной. Кстати, ярмарка будет на следующей неделе около конюшин юринка. Поэтому, если вы захотите себе купить модельку старой лошади, то смело идите, ждите. В среду утром или во вторник вечером там, чтобы сразу потом попасть на ярмарку. Также у нас поменяли внешний вид, точнее внутренний вид конюшни. Везде стоят тыковки, различные украшения и очень классные фонерики с оранжевыми свечками. И этот ядовитый газ, идущий из канализации. Паутина. Также здесь иногда появляется наш волшебник, точнее фокусник, криспандорий, который пролетает через всю нашу конюшню, пугая лошадь, на которой мы сидим. Тыква больше отсюда не вылетает, как раньше, потому что раньше, когда ты заходишь, здесь вылетает гигантская тыква и тебя пугает. Вода не изменилась в душе, поэтому, когда моешься, ничего не меняется. Очень жалко даже, что тыковку убрали. Раньше она доставляла больше всего ужаса. Что же еще добавили в конюшню? В конюшню еще добавили возможность, скажем так, упростили нам жизнь и проще переставлять лошадей по конюшне. Раньше это мы должны были подойти к определенной лошади, нажать на ее имя, и здесь высвечивался список, по которому мы могли выбрать, какую лошадь сюда ставить. Но нет, сейчас тут такую нет. Видите, мы видим только характеристики данной лошади, что она не одета, в каком она состоянии, и в ее имя. Все, больше мы ничего не видим. Взаимодействовать с ней никак нельзя. Поэтому теперь, чтобы переставить всех ваших лошадей, ставить стейбл, добавили вот такую кнопочку в конюшню. Вы на нее нажимаете, и здесь у вас показаны все купленные места в вашей конюшне. Но так как я ее не расширяла, я не вижу в этом смысла, у меня вот столько мест в моей конюшне. Что же делать? Вы можете автоматически отсортировать всех лошадей. Они у меня уже отсортированы. Потом вы можете спокойно менять их местами. Правда, тут иногда бывают некоторые ошибки, но это ничего страшного. То есть вы можете взять вот так вот и лошадь. Но я не могу передвигать, но вот вы увидите, что лошадь уже сразу стоит в нужной вам стойле. Можем делать так, так, так. Все. Вот Юня здесь стоит. Потом мы сделаем вот так вот, поменяем их местами. Теперь Юня стоит здесь, а мой англичанин там. По мне так это очень классно и удобно. Можете сразу выбирать, кого где ставить. И еще. Вы сами выбирайте, где стоит лошадь, на которую вы ездите. То есть, если я возьму и сяду на свою лошадь и выйду на ней, ну так, допустим, и оставлю ее здесь, и захочу докреско отсортировать всех лошадей по своим доникам, моя лошадь останется в донике, в котором я ее назначила. Не в первом. Теперь нету, нету такой вещи, как лошадь, на которой вы ездите, стоит в первом донике. Нет, они стоят там, где вы скажете. Это очень просто, это очень удобно, это очень классно. Так что вот такое вот еще нововведение очень полезное от Старстыбл. С вами была я, Даналя, и мой конь на сегодня сумеречный покой. Всем пока. Спасибо за просмотр. Счастливого вам Хэллоуина. Счастливого. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...